так ну и последнее что мы тут разберем с вами это деревья а подготовка их поскольку естественно они сделаны не в максе сделанные в другой программе ну и что с ними делать если вы все-таки их получили себе итак давайте посмотрим что у нас есть у нас есть на самом деле два дерева которые скачаны с сайта автодеск это вот собственно говоря x-rock l-20m это среднего а это елочка получается среднего разрешения по количеству полигонов хотя посмотрите если по размеру 18 да действительно вот это вот совсем мало маленькая елочка средняя и взрослая получается вот так то есть такое у них отделение было так ну возьмем на самом деле среднюю посмотрим сколько там чего так это нам не нужно адобзовался не скейл так семерочка так ну тут есть одна проблемка на самом деле не обратил я внимание на то что там было вот это добавочка устамайс юнисетап сейчас это все насколько я вижу в дюймах да в дюймах здесь у нас метры ну не очень здорово ну ладно принципе не страшно при импорте уже макс в цену миллиметровую это все должно уже превратиться в нормальный размер так у нас размер между получается этой елки высоту 16 метров но вполне себе такая елочка не кисленькая там так что она себя представляет из собой она представляет целый меш единый но это какой-то мере хорошо какой-то мере не очень потому что материалами так просто все будет так ну посмотрим что у нее тут есть принципе уже текстуры материалы всякие есть на ней вот видно хорошо что что-то присутствует шейдит нам надо переключиться на стандарт так но вот не знаю корни я думаю совершенно такая лишняя деталь во всей этой истории можно совершенно спокойно удалить благо они идут как элемент удаляем вот не очень хорошо получилось конечно так что там я удалил ну только корни на самом деле вот конечно все таки так наверное стоило бы удалить как то вот так вот чтобы все таки осталось нижняя какая-то часть да ну вот так оно поживее будет то что называется так раз теперь у самого этого объекта где находится по его point в общем то находится там где нужно вот вместе где начинает расти ствол заканчивается корни но вот если вам нужно что при рассадке все это действительно работал там как надо можно поставить вот так чуть-чуть эффект по его тонны и спустить его чуть ниже что вот эта часть все-таки как-то вылезала из земли теперь разберемся с материалом так ну материал на сказать здесь довольно такой суровый я уже видел эти вещи да вот такой вот суровый материал вот до душераздирающие зрелище конечно зачем такие сложности да но вот смотрите что у нас получается у нас получается здесь dark bark call стандарт лифку а ну вот понятно кого-то объект так стандарт этом материал b1 это уровень бранча на 1 но в принципе все достаточно логично сделано все хорошо единственное что здесь вот что применено для того чтобы немножко но не одинаковые были вот эти веточки они все пропущены через rgb тинт видите на диффюсе полу поставлены сюда ну то есть чтобы они имели разные разные оттенки в принципе вот что вот в этом варианте материал вполне рабочий на самом деле и с артрейнером он будет работать никуда он не денется дефюз колор да бам ну то есть все как 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 все но давайте попробуем сконвертировать его интересно что из этого выйдет вот исполняется как говорится впервые так могу закрыть можно не закрывать рендеринг рендер сета во первых у нас здесь должен быть тренер раз а во вторых там же мы запускаем с конвертер конверция ну ничего не трогая все сконвертировался посмотрим что будет так физический материал везде подкинулся вот и очень хорошо видно что прозрачность пошла и поехала значит почему ну потому что вот исходные деревья они были сделаны все таки на принципах общем максовских скажем так и использовался для прозрачности для опасить использовался альфа канал смотрите давайте вот этот материальчик разберем значит что мы здесь видим у нас видим бэйс колор мэп это у нас идет давайте так физический материал бэйс колор мэп ну все нормально ну вот равнис черт черное отражение равнис 0 1 очень здорово инвертирован еще придач вот так это суда пошло это пошло на битмы это пошло сюда вот а на прозрачность как видим ничего как то и не идет то есть нет карты прозрачности вот чем дело на катал ничто не идет как же в общем то добивались это в предыдущем материале установ стандартном и странно на самом деле ну ладно посмотрим теперь битмэп битмэп ну да альфа-сорс норм хотя на самом деле мы имеем альфа-сорс мы имеем вот имидж альфа используется в общем вот это все прекрасное далеко придется скорее всего уничтожить полностью и сделать все заново сделать все заново потому что никаких умных вещей для понимания всего этого дела ну как-то не голову не приходит вот это без альфа ну да это без альфа каналы нормально так но на самом деле остается структура вот этого материала в любом случае структура этого материала остается как есть я щадил упал в общем да я вернулся к изначальному варианту вот смотрите на самом деле что здесь было здесь было битмэп один и тот же вот они все одинаковые которые еще шли на карту прозрачности вот на опасите причем а вот вот в этом битмэте здесь без альфа канал все идет а здесь у нас используется у ее тоже без альфа канала хотя шло на опасите вот но все-таки здесь вот видите моно чем лапут rgb альфа вот это очень важный нюанс и все у них и все получалось ну и видим что и в общем то материал артрендер который сейчас работает в общем то он тоже все это делает хотя не стоп сейчас есть не артрендер давайте рендер сетап это я еще раз дело пока ничего не делайте артрендер так ничего подобного ничего нет работает работает все хорошо видим видим что все хорошо все здорово а конвертер делает вы просто лажу на самом деле полнейшая поэтому не это и не конвертера тяжелый случай так ну и что у нас получается на самом деле у нас получается 1 1 3 давайте заметим где что 1 3 и 7 под под материалы это собственно говоря под материалы для ствола и веток и корней а 2 4 5 6 это уже материалы веточек прием тогда абсолютно такой же как и все остальные поэтому давайте все это дело немножко вырулим вот таким вот образом вот это все долой останется только вот этот пиковый материал вот так материал делаем то есть получается всего два материал два материала которые нужны материал general physical material это как раз у нас материал bark то есть шкурка кожа вот base color map general bitmap и находится это вот не очень хорошо вот эти все текстурки которые вы используете лучше все таки переносить куда надо вот находится это все в придачу с цуга канаде нестер химлок это он а это он а вот он вот он такив чик опан так замечательно подложился ну больше видим там никаких текстур не для бампа ни для чего этого нету поэтому здесь используется такой не хитрый способ когда карта это же битмэп идет и на бамп в принципе это возможно делать но я сейчас гашет нежелательно но иногда для скорости в общем то можно позволить себе и такое арт должен да вот заработал вот это просто не очень управляемая получается система так рефлективити мэп ну можно попробуйте туда кинуть эту штуковину опа немножко не то кстати видите автоматом в адваз переходит так убьем отсюда все остальное не стоит не суть важно то есть можно вернуться опять стандартный вариант и равне сказать где-то 0.08 где-то вот так а вполне себе прилично коэффициент преломления в данном случае там один четыре вот это будет вот материал барк который у нас чтобы нам сразу не запутаться идет на 1 3 и 7 под материалы то есть вот сюда так а второе это веточки материал физикал материал так ну здесь тоже все просто бэйс колор мэп у нас пошло дженерал битмэп вот это вот веточка так и вот здесь параметрах этого битмапа во первых используется альфа канал фото во вторых моно ченнл аутпут это вот испокон века все сделано немножко не так как надо вот моно ченнл аутпут должен быть поставлен в альфу rgb ченнл аутпут стоит альфа из грей и вот это поставлено в альфу и вот это же это же текстурка идет на катаут где-то должен быть самом низу катаут то есть аналог аппасити смотрим что получается да все отлично получилось так как и должно быть ну и здесь соответственно она уже идет у нас и на нельзя посмотрим может быть и можно она же идет на бамп вот тут есть маленький нюанс дело в том что бамп у нас подразумевает все таки черно-белый канал но хорошо видно что вроде получилось как надо но пускай же она уже идет на бамп неважно не столь суть вот а а а а а а а а так юли координаты здесь трогать не нужно здесь все назначено прекрасные без нас как говорится так что еще на ну да теперь собственно говоря просто подправить равнис 0 там 75 например там чтоб не сильно отсвечивала ну как то вот так что то вот таком духе в центре ломления там 14 очередной раз такая же штука вот и вот это все хозяйство у нас идет ну чтобы не ломать структуру самого дерева идет на все оставшиеся канал то есть это становится несколько проще вся эта конструкция вот но мы здесь теряем то что было предусмотрено в этом материале в этом материале было предусмотрено небольшое изменение почему так много да вот этих дополнительных вещей небольшое изменение по цветности этих текстур вот сейчас мы как раз это можем сделать тоже смотрите для этого мы сделаем очень простой такой ход финт ушами делаем материал ой sorry maps general noise noise значит один цвет у нее черный у него но из-за черный второй цвет у него темно-серый лучше даже не черный вот так вот серый и вот так темно-свет серый светло-серый размер размер сейчас задается в дюймах ну пусть останется как есть вот и и просто-напросто maps general rgb multiply на одну на один цвет идет один цвет во второй цвет идет у нас вот это вот этот ноис то есть ноис процедурный он накладывается в пространстве object xyz и просто где-то делать потемнее посветлее вот эти веточки то есть с тем же успехом можно вот что сделать в нозе один цвет оставить белым это означает что он никак вообще не меняется а второй цвет сделать ну например желтоватым вот и при перемножении он будет давать вот желтый оттенок на сейчас мы ничего особо не увидим но на рендере это будет достаточно неплохо видно давайте попробуем так материал уже накинут его никто не сбрасывал ну в принципе корни кстати помогут остаться как есть ну да вот он там во первых сама елка получилась вполне себе такая приличная и выглядящая хорошо ну и если сильно там присмотреться вот по поводу наших вот этих телодвижений ну давайте попробуем чтобы понять не было да я перемножу вот здесь вот на ярко красный цвет вот хорошее на самом деле дело а еще лучше даже вот так сделать на самом деле белый и красный и вот же вот это бросить просто на base color map ну вот то есть для чего для того чтобы понять работает это все или не очень сейчас проверим ну да вот хорошо видно что здесь у нас белые белые и красные кусочки появились вот можно сделать по контрастней ну это вы умеете ноль семь ноль три например что то с ним такое случится вот и можно эту елочку еще раз попробуйте отрендерить вот в этом состоянии так вот что то с ней занятные происходит escape то есть еще раз мы в общем то все свели к материалам а не к семи под материалом а к двум потому что в общем то ну можно конечно сделать и для почему бы нет в конце концов то есть у нас для веток можно сделать другой оттенок ствола потемнее для веса веток посветлее вот эту текстуру ну если хотите то в общем то не сложно уже умеете вот оно весь процесс здесь уже показан так что вот взять за основу вот это все хозяйство почему и нет и не забыть сохранить этот объект я назову это уже лучше все таки переложить это в сцены и будет называться это елка елка 1 save так ну теперь открываем собственно говоря наш проект первое что мы видим здесь это предлагает юниты переделать сантиметра окей естественно вот и мы сейчас все это сделаем но напрямую да current и залетит напрямую это будет очень и очень долгая история и не эффективность совершенно поэтому мы поступим несколько в очередной раз хитровато так первым делом подгружаем дерево но подгружаем его в качестве xref object файл файл референс xref object создать запись из файла 3ds max project да немножко попал цены вот елка один макс опа задается вопрос что делать рискейлить или нет ну конечно рискейлить материал здесь уже присутствует но у вас его может быть и не быть потому что я тут уже это все делал поэтому мы я говорю и смешит материал елка у нас пришла все в принципе вот она находится вот в этом месте значит она является оригиналом xref object ее можно аккуратно оттащить в сторону пайвотпоинт у нее находится четко там где нужно это очень хорошо 16 метров она высотой можно проверить межа вот она 16 метров высотой значит для того чтобы не умер вьюпорт чтобы макс продолжал нормально работать мы сделаем небольшой финт ушами сделаем объект кубик как раз высотой 16 метров так и по габаритам елки по габаритам елки елка 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 у меня 9 на 9 метров почти что 9 с половиной ну пускай будет кубик как раз 9500 на 9500 950 на 950 сантиметров так не великоват ли нормально так и уже елки а можно кубику здесь абсолютно без разницы кому мы мы накидываем на на этот объект модификатор модификатор ну давайте объект объект подключение будет работать если что надо немножко поднастроить поднастроить каким образом расстояние расстояние спейсинг ну 4 сантиметра это очень очень мало поэтому пускай это будет 10 метров то есть здесь здесь мы ставим сразу тысячу сантиметров раз второе выравнивать по нормали совершенно не нужно line to normal нам не надо потому что получится на самом деле березки буренх из масленкина так следовать за мышкой не нужно очередной раз где тут было follow строк не нужен ну вот это вот разброс не имеет никакого особо значения имеет значение вращение вокруг оси Z random и масштаб масштабирование тоже самое random по всем осям ну допустим от 80 до я бы сказал даже вот так от 70 до 100 процентов так не забыть сохранить сцену перед тем как начать махать кисточкой и машем кисточкой еще раз у вас выбран этот объект мы берем кисточку и вот здесь у нас елочки вот так вырастают и вот здесь ну видит выглядит все это конечно как кубики и очень желательно это сделать в отдельном слое конечно же вот вот но и так тоже в общем то ничего а когда все это вас удовлетворит вы говорите окей все случилось нужное количество объектов было сделано но сейчас чудо чудесное если сейчас попытаться отрендерить это все то вместо кубиков у нас будут красивые елки или не будут в одной из двух ну в общем то да вот они красивые елки точно так же можно сделать и кустики и дополнительные еще деревца какие-то насадить камушек тут накидать ну тут уже все будет зависеть от вашей фантазии ну пожалуй что и все в общем то в общем то в общем то в общем то и